Анвара Нургалиева называют одним из самых популярных певцов татарской эстрады, хотя мужчина имеет богатый профессиональный опыт. Сольными концертами в Татарстане начал выступать только в 2017 году, однако это не помешало ему добиться расположения местных слушателей и завоевать армию поклонников. Себя он не считает звездой и предпочитает держаться ближе к простым людям. Детство и юность. Анвар родился 28 января 1974 года в деревне Аврюстамак Алышевского района Башкирской СССР. Поскольку мальчик с семьей жил в маленьком населенном пункте, выбирать образовательное учреждение там не приходилось, и родители отдали его в русскую школу, затем перевели в татарскую, где он три года изучал новый язык, которым ему так и не удалось овладеть в совершенстве. Получив аттестат зрелости, Нургалиев переезжает в Уфу и уже там поступает в местное училище искусств. Он участвует в благотворительных мероприятиях и музыкальных фестивалях, а в 1995 году становится лауреатом республиканского конкурса «Туган-Тель». Затем Анвара призвали на службу в армию, а вернувшись, он продолжает учиться. На этот раз молодой человек поступил в Уфимскую государственную академию искусств имени Загира Исмогилова на кафедру сольного пения. Музыка На более профессиональном уровне музыка появляется в биографии Нургалиева в 1999 году. Мужчина вместе с Маратом Шайбаковым и Гузель Ахметовой создают группу под названием «Ихлас Мон». Вскоре коллектив получил популярность в Башкирии, но просуществовал недолго, артисты разошлись и каждый занялся сольным проектом. По признанию Анвара, такой опыт стал трамплином для дальнейшего развития. После Нургалиев некоторое время живет в Уфе и работает над песнями, полагая, что Казань ему не по зубам, и переезжать туда пока рано. Другие артисты, с которыми Анвар успел познакомиться за годы работы, на протяжении пяти лет звали мужчину в Татарстан, но он до последнего сомневался, пока его песня не попала к варс-медиа. Слушатели оценили композицию артиста, а потом творчество Нургалиева привлекло внимание со стороны других радиостанций. Перед тем, как отправиться в Казань, он дал первый сольный концерт в Москве. Артиста ждал аншлаг. Он и не думал, что его песни слушает так много человек. Дальше Анвар отправляется с концертами по регионам Татарстана, но после выступлений в его столице последние сомнения в душе мужчины исчезли. Теперь он часто там выступает, но не забывает и про Башкирию, ведь она остается его родиной. Нургалиев поет на татарском языке, иногда исполняет башкирские композиции. Подбирать репертуар старается со смыслом, поэтому исполняет много песен про семью, детей, любовь и дружбу. Нередко Анвара сравнивает со Стасом Михайловым, поскольку наиболее частые гости его концертов – взрослые женщины. Он и сам признает, что его творчество и рассчитано на представительниц прекрасного пола. Работает Анвар без продюсера, хотя часто советуется с Элвином Греем. По словам мужчины, хоть по национальности он и башкир, но эстраду видит на шаг вперед. На тему сотрудничества они пока не общались, да и Нургалиев привык самостоятельно заниматься организационными вопросами по гастролям и концертам. Самое сложное в этой работе – правильно расставлять приоритеты. В 2010 году Анвар официально зарегистрировал свой сольный проект под названием «Нургалиев». Кроме песен на татарском, он также думает и об организации концерта классической музыки. Теоретическая база у артиста есть. Нужно только немного повторить и взять уроки вокала. Певец не любит выступать на сборных концертах. Если есть такая возможность, отказывается, поскольку считает, что на таких мероприятиях зритель даже не успевает понять исполнителя, в отличие от сольников, где артист представляет исключительно собственные песни. Зато он с удовольствием поет на корпоративах, свадьбах и других праздниках. Личная жизнь Личная жизнь артиста сложилась успешно. Любовь всей жизни он нашел еще до того, как сделал карьеру на сцене. Выбрав жены Ирину Ахмедзянову, он понимал, что эта девушка станет для него надежной опорой и хранительницей домашнего очага. Часто супруга сопровождает его в поездках, где всегда заботится о муже. У Анвара и Ирины двое общих детей. Их младшая дочь Элина унаследовала от отца любовь к творчеству. Петь у нее пока не получается, зато девочка профессионально занимается бальными танцами, участвует в ансамблях. Иногда выходит на сцену с отцом и там исполняет номера. В школе она изучала башкирский и татарский языки, что для Нургалиева очень важно. Старший сын Рафаэль, наоборот, не тяготеет к музыке. Ему нравится больше спорт. Свободный от учебы время, посещает различные секции, но умеет играть на гитаре. Многие, глядя на фото артиста, отмечают его прекрасную форму. Мужчина уверяет, что времени на спорт у него нет, но из-за частых концертов следить за собой все же приходится. Не только музыка присутствует в жизни Нургалиева. Среди его увлечений сбор коллекции старинных монет. Домашней утвари из деревенского быта мужчина мечтает открыть собственный музей, где все это будет представлено. Анвар Нургалиев сейчас. Анвар и сейчас продолжает развивать карьеру. Регулярно выступает, записывает новые песни. Правда, февральские концерты 2019 года артисту пришлось перенести. В семье Нургалиевых случилось несчастье. Умер отец его жены Ирины. Об этом мужчина сообщил поклонникам в социальной сети Instagram. Извинился перед слушателями и назначил новую дату концерта. Также в марте 2019 года, в честь своего 45-летия, Нургалиев провел большой сольный концерт в Уфимском дворце спорта. По признанию певца, это было самое масштабное его выступление. Примерно тогда же он выпустил новый альбом «Берет сере». Видеозаписи с концертов и клипы, Анвар выкладывает на социальном YouTube-канале. Интересные факты. В апреле 2020 года Анвар пережил страшную трагедию. Из жизни ушла его любимая мама. 80-летняя женщина страдала от атеросклероза. И последние несколько месяцев она провела в больнице. По словам артиста, зная диагноз матери, все родственники понимали, что в любой момент возможен летальный исход. За время, проведенное в стенах медицинское учреждение, у женщины был диагностирован COVID-19. Но смерть наступала из-за ишемической болезни сердца. Поскольку женщина была больна коронавирусом, ее хоронили в закрытом гробу. Во время погребления сын не мог проститься за своей матерью, так как был на самоизоляции. Поэтому мужчина наблюдал за процессией, сидя в автомобиле. Анвар с уважением относится к религии. Почитает семью. Каждая его песня со смыслом. В некоторых композициях певец осуждает предательство, измену. Концерт несет воспитательную функцию и призыв к хорошему. В одном из интервью Анвар признался, что не хочет, чтобы его дети становились артистами. Хотя его дочь Элина уже выходит на сцену вместе с отцом. Певец никогда не выступает на корпоративах 31 декабря и 8 марта. В эти дни мужчина предпочитает оставаться в кругу семьи, несмотря на высокие гонорары. Исполнитель имеет необычную внешность. У него черные волосы, выразительные глаза. Звезда стильно одевается. Он предпочитает носить классические костюмы. Мужчина не сидит на диетах и кушает традиционные национальные блюда. Кареглазый певец отмечает, что не важно, как выглядит человек. Необходимо быть внутри богатым и многогранным. Он часто фотографируется с поклонниками и старается быть ближе к народу. А что вы думаете про Анвара Нургалиева? Пожалуйста, напишите комментарий. Мне очень интересно знать ваше мнение. Кому видео понравилось, не забывайте поставить лайк. Кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok